Как-то раз банкир богатый на причале катер ждал, и увидел он, как парень рыбу из сетей достал, и спросил банкиру парня, сколько время на улов вот такой огромной рыбы за день весь потратил он. А рыбак с уловом знатным отвечал банкиру так, каждый день я на рыбалку трачу где-то часа два, почему ж не остаешься дальше рыбу ты ловить, ведь тогда твоя работа будет больше приносить, нам с семьей улова хватит на ближайшие два дня, после, коль будет угодно, Бог еще нам рыбы даст. Как-то это несерьезно, рыбака банкир учил, вот скажи, как остальное будешь время проводить, я приду с детьми побуду, им внимание уделю, а затем с своей супругой всю сиесту проведу, а потом с друзьями встречусь, под гитару будем петь, в общем жизнью наслаждаться, что дается Богом здесь. Нет, неправильно все это, заявил банкир седой, ты ловить намного больше можешь рыбы, что ж потом? А потом излишки продал, соберется капитал, на него ты купить ты сможешь катер, что давно мечтал, увеличишь ты доходы, будешь рыбой торговать, заключишь контракты, сделки, сможешь в город поставлять, а потом, не унимаясь, тот рыбак все вопрошал, а потом ты, как хозяин, можешь крупной фирмой стать. Перспективы здесь огромны, главное в жизни не зевать, ты со временем магнатом можешь рыбным даже стать, сколько ж время я потрачу, чтоб магнатом мог я быть, может 10 лет или 20, но может и всю жизнь. Хорошо, достигнув это, что же дальше меня ждет? Сможешь ты продать свой бизнес, не нуждаясь уж ни в чем, купишь домик возле моря, на рыбалочку будешь ходить и с женой свою волю всю сиесту проводить. Навещать друзей, знакомых, под гитару песни петь, здесь рыбак прервал банкира. У меня все это есть, вот такой круг предлагает в жизни сделать сатана, человек же выбирает, а нульшна ли суета?